МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях. Проблема с углем в Жанаркинском районе решается. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации рассказала Ким Жанаркинского района Юржан Бекожин. Начальник Центра телекоммуникации и связи Карагандинской области Саппар Ишанов выбран кандидатом для участия в проекте «100 новых лиц Казахстана». В стенах областного департамента внутренних дел состоялось заседание консультативно-совещательного органа. Военнослужащие Карагандинского гарнизона ликвидировали членов бандформирований. На учебном полигоне «Спаск» прошли масштабные учения с батальонными токсическими группами. В Караганде решили проблему с нехваткой мест в детских садах. Сделано это благодаря развитию государственно-частного партнерства. Уже сейчас предложения практически совпадают с потребностями. А стопроцентного охвата планируется достичь к концу года. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов ознакомился с деятельностью частного детского сада «Дарендыбала-3», расположенного на юго-востоке. Его посещают 250 детей. По механизму государственно-частного партнерства это учреждение первым в городе подключилось к реализации программы инклюзивного образования. Частный детский сад принял детей с особыми образовательными потребностями. Здесь же представители городского отдела образования доложили Акиму области о внедрении электронной очереди в детские сады. Ежемесячно проводится конкурс на размещение государственного заказа в частных детских садах. Таким образом, уравнялась стоимость в государственных и частных дошкольных учреждениях. Родители оплачивают 11 тысяч тенге, а бюджетная компенсация составляет 26 тысяч тенге. До конца года в Караганде откроется еще один детский сад в 23-м микрорайоне Пришахтинска на 280 мест. Это позволит выйти на стопроцентный уровень. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Казахстан поднялся на две строчки в глобальном рейтинге развития человеческого потенциала. Как отмечается, ожидаемая продолжительность жизни в 2017 году составила 70 лет. Ожидаемые годы обучения в стране составляют 15 лет. Тогда как в среднем обучение в стране длится 11 лет. По данным экспертов, в Европе и Центральной Азии среднее значение индекса развития человеческих ресурсов составляет 0,7, что является самым высоким среди развивающихся регионов. В этом регионе также отмечен самый низкий уровень неравенства между мужчинами и женщинами. Проблема с углем в Жанаркинском районе решается. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации рассказал Аким Жанаркинского района Юржан Беккожин. Также глава района поведал о малотоннажном нефтеперерабатывающем заводе, который в скором времени построят в регионе. В настоящее время в Жанаркинском районе 15-дневный запас угля. По плану необходимо 73 тысячи тонн твердого топлива. В настоящее время организация образования обеспечена углем на 80%. У медицинских организаций проблем нет. Они обеспечены полностью. Аким Жанаркинского района Юржан Беккожин также отметил, что в настоящее время усилена работа по обеспечению углем населения. Сегодня 13 кузовов. Это день порядка 300 тонн до 500 тонн. Поэтому мы поставили на торшури, поэтому по воле у нас проблем не будет. Но по населению. По населению также частными извозчиками сегодня уже в работе 15 КамАЗов. А также у нас имеется в тупик, который отместил все 600 тонн. После течения недели у нас поступило 6 салонов у нас угля. Эта работа продолжается. Углема будет обеспечена. Но откидывается не все. Рассказал глава района и о малотоннажном нефтеперерабатывающем заводе, который планируют построить в регионе. Сырье для производства топлива будет поставляться из Кустанайской области. Мощность завода составит порядка 1 миллиона тонн в год. Завод будет выпускать бензин марок АИ-92, 95, 98, авиационный керосин и арктическое топливо. В строительство завода будет вовлечено полторы тысячи человек. Его запуск обеспечит постоянными рабочими местами 500 человек. Что касается нашей стороны, мы выделили землю для строительства 100 гектаров и 70 гектаров для строительства жилого города и социально-группы. На сегодня имею в виду специфические работы по воде. Потом они обследуют сейчас грунт, где-то построят дорогу, железную дорогу, топлив, которые построят. А также сейчас документация находится на экспертизе. Юржан Бекожин также поведал, что бюджет Жанаркинского района утвержден в объеме свыше 5 миллиардов тенге. Бюджет развития составил порядка 300 миллионов тенге. В том числе на строительство четырех жилых арендных домов, строительство канализационных сетей поселка Атасу, а также разработка проектно-сметной документации на строительство объектов ЖКХ, спорта и образования. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На рабочем заседании консультативно-совещательного органа выбрали кандидата для участия в проекте «100 новых лиц Казахстана». 21 сентября состоялось рабочее заседание консультативно-совещательного органа в стенах Департамента внутренних дел Карагандинской области. Проект «100 новых лиц Казахстана» – это отражение жизни реальных людей со всех уголков страны. Они добились успеха благодаря упорному труду, знаниям и таланту. Попасть в этот список – настоящая честь для любого гражданина. Сапар Исшанов около шести лет является членом консультативно-совещательного органа. Как отмечают коллеги, Сапар Габдулинович активно принимает участие во всех вопросах органов внутренних дел. «Национальный проект «100 новых лиц Казахстана», который включает в самые вдохновляющие и мотивирующие истории наших соотечественных, которые добились успеха с момента получения независимости нашей страны и внесли определенный вклад в ее развитие. В целях реализации данной программы в ДВД области поступил метеоплан из МВД Республики Казахстана, а также указания о гематообласти, о проведении информационной кампании с участием общественных организаций с призывом к населению принять участие в поиске и в движении кандидатур для включения в проект». Также на заседании рассмотрели вопрос по созданию в средних школах кадетских классов юных полицейских. Директор среднеобразовательной школы номер 58 Татьяна Балгобекова предложила открыть кадетские классы в ее учебном заведении. «В этой школе можно разместить ряд подразделений и направления. Это может быть и ЧС, это может быть и юный полицейский, то есть юный спасатель, юный полицейский и военный. Вообще существует в кадетском направлении три направления. И вот все эти три в условиях одной школы мы это можем сделать, если это будет структура целая. Это естественно, и это даже нужно будет, потому что у детей должен быть выбор». Консультативно-совещательный орган при Департаменте внутренних дел ведет свою работу на протяжении двух лет. В нем состоит 8 человек – представители неправительственных организаций и журналисты. Целью органа является обеспечение открытости, деятельности полиции и повышение доверия граждан к органам внутренних дел. Мульдир Жакан, Шалкар Алтымбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Теперь любители книг смогут не только читать, но и публиковать свои произведения, не выходя из дома. В городской библиотеке имени Ауэзова состоялось открытие электронной страницы «Сарарка.Лайф». В нем приняли участие писатели, студенты, а также члены молодежного клуба «Кармда-Каламгер». Данное мероприятие молодежный клуб «Кармда-Каламгер» провел в рамках программы «Рухани-Жангру». Ее главная цель – поддержка и развитие молодежной творческой среды. Открытие рубрики «Сарарка.Лайф» поможет более широко пропагандировать творчество молодых талантов. Теперь писатели и поэты могут представлять свои произведения в электронном виде. Так как у нас сейчас идет развитие именно не только читатель, может прийти в библиотеку, взять книгу прочитать, но он также может открыть электронный сайт, открыть, прочитать, плюс еще сам туда зарегистрироваться и представить свое творчество, свои таланты. У нас в это время развита и электронная библиотека, где он может найти также книгу, найти какие-то произведения. Участники клуба молодых поэтов «Кармда-Каламгер» рассказали о своем творчестве. Они поделились мнением об открытии на сайте библиотеки страницы «Сарарка.Лайф». Также в прямом эфире посредством онлайн-конференции присоединились и другие библиотеки и школы Караганды. На этом сайте опубликовывается множество произведений наших писателей и поэтов. Для читателей это очень удобно. Например, в республиканских журналах издаются сказки, написанные мной. Есть люди, которые не имеют возможности постоянно ходить в библиотеку или покупать журнал. Им легче воспользоваться интернетом и получить информацию в электронном виде. В рамках мероприятия также была организована выставка-презентация книг местных литераторов. Организаторы отмечают, что реализация таких проектов способствует интеллектуальному развитию молодежи и открывает новые возможности для их творчества. Юстиция консультирует. Акцию под таким названием провел областной департамент юстиции совместно с партией Нарутан. Бесплатную юридическую консультацию получили сотни жителей региона. Татьяна Сергеевна Резник приехала в Караганду из поселка Актас специально для того, чтобы получить бесплатную юридическую консультацию. Ее вопрос касался наследства. Организатором акции выступил областной департамент юстиции при поддержке партии Нарутан. Для оказания правовой помощи были привлечены сотрудники департаментов по исполнению судебных актов и уголовно-исполнительной системы, нотариусы, адвокаты и оценщики. Основной момент – это акция вообще проводится ежеквартально. Основные вопросы, которые затрагиваются, это, конечно, в первую очередь, вопросы исполнительного производства. То есть очень большое количество, поток приходит именно от должников, от взыскателей, постоянно идут обращения. Именно наш выполненоченный орган, который является департамент юстиции Караганской области. Подобные акции проводятся каждый квартал. Вопросы, с которыми граждане обращались к специалистам, были самыми разными. Часто звучал вопрос, касающийся изменения фамилии согласно национально-историческим традициям. Не меньше интерес вызывали юридические тонкости по оформлению документов для переселенцев, вернувшихся на свою историческую родину. Андрей Дэнам, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сводный отряд из военнослужащих мотострелкового батальона и подразделений национальной гвардии ликвидировали членов бандформирований, которые намеревались завладеть складами ракетно-артилейского вооружения. На учебном полигоне «Спаск» прошли масштабные учения с батальонными тактическими группами. Бойцам мотострелкового батальона войсковой части 31775 совместно с подразделениями национальной гвардии необходимо блокировать и нейтрализовать условного противника. По сигналу началась активная фаза боевого эпизода. К совместными слаженными действиями военнослужащим удалось предотвратить захват стратегических объектов в населенном пункте. Командование отмечает, что подобные учения проводятся постоянно. Они позволяют бойцам изучить тактику боя, подразумевают полную проверку личного состава, техники и вооружения. Задачей учений ставилось блокирование условного противника в населенном пункте, зачистка. Всего в учении принимало около 250 военнослужащих. Учения подобного рода проводятся постоянно в течение года. В целом, подводя итог проведенного этапа, действие личного состава оценено на хорошо. Командир батальона и его батальоно-тактическая группа поставленной задачей справились. В региональном командовании Астана также отмечают, что в настоящее время, в связи со сложной международной обстановкой и растущими террористическими угрозами, офицеры и военнослужащие в основном готовятся вести боевые действия в горной и городской местности. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин